Если вам надоело открывать элитные наборы, то вам поможет сайт ProSeller, где вы можете приобрести алмазного персонажа, а также монеты для открытия паков в игре Injustice по низким ценам и быстрой доставкой на все мобильные платформы. Промокоды появились давно, но они до сих пор действуют, поэтому поторопись и хватит кайфовать от моей рекламы. Ссылка на сайт и промокоды в описании под этим роликом. Всем привет, ребят! Вы на канале Steven Games, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X Mobile, и это, конечно же, продолжение марафона, день третий. Да, я знаю, что немножечко затянул с данным марафоном из-за того, что вышло сначала обновление на Мартуху, потом обновление на Injustice. И да, я как-то забил на вот этот вот марафон, потому что хотел в быстром темпе все вам рассказать, все вам показать, ну и я думаю, вы меня поймете. Но в этот раз я, конечно же, решил напрочь, что буду, конечно же, проходить марафон. Это третий день, и в скором времени появится четвертый день, либо четвертый день будет онлайном, и после этого, конечно же, пятый день марафона. Где я чего-то добился, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, буду восстанавливаться, и я надеюсь, что марафон я уже никогда не заброшу, и буду проходить, и эти тридцать дней, конечно же, я запишу без особых проблем. Что ж, ну а сегодня, так как, наконец-таки, вышли скидки на, конечно же, наборы, смотрите, на боевой набор стоит 112 душ, то я заполучу сейчас нового золотого персонажа, точнее, своего первого золотого персонажа, и надеюсь, это будет какой-нибудь эксклюзивчик. И так же откроем набор за 30 тысяч монет, целых три набора, а это значит, что три новых серебряных персонажа, чуть не сказал, золотых серебряных, конечно, а, возможно, и золотой у меня появятся в копилке. Я думаю, что, наконец-таки, нужно начать открывать их, и начнем мы с боевого набора, это, я думаю, самое интересное, как вам, так и мне, поэтому начнем именно с него. Что ж, смотрим, спецприем, топор-палача, кстати, новой экипы у меня еще не было, и персонаж, либо это ассасин Китана, либо это Кейси Кейдж, спецагент, либо, я даже не знаю, мне все равно, давайте посмотрим. А, ну, Кейншо Держимый тоже неплохой перс, и это первый персонаж, который у меня появился в игре, золотой, именно золотой перс, в коллекцию. Так, сейчас мы откроем три набора по 30 тысяч монет, давайте попробуем. Давайте попробуем сделать это, спецприем, спецприем и Джеки Брикс, ну, Джеки Брикс такой себе, если честно, поэтому. Ну, что ж, открываем еще один, смотрим, что мне выпадет сейчас. Так, Чу-Джин Сирай-Рю для Токеда вообще. Пинок велосипедистый Люкан. И Кану, я прокачиваю Кану до первого слияния, неплохо. Хотя Кану это такой себе персонаж, конечно, но то, что я его качнул до первого слияния, уже очень даже круто. Так, и еще 30 тысяч монет. Смотрим. Целебные травы у меня прокачиваются до первого слияния. Наручи. И Джакс Брикс. Джеки Брикс, Джакс Брикс, в общем, собрал целую семейку. Что ж, так, здесь мы закрываем. И давайте перейдем в режим битвы. Я продемонстрирую вам то, что одну локацию я уже полностью прошел. Даже прошел босса, я не стал показывать вам этого. Потому что, в целом, посчитал, что это не нужно. Это не нужно. Главное, конечно же, пооткрывать как можно больше наборов, заполучить как можно больше персонажей. Ну, и тогда хотя бы ролик будет более-менее интересным. Ну, на мой взгляд. Конечно, прошло только около 3-4 минут. Но все-таки. Охота за реликвиями. Здесь мне также доступно. Я не знаю, честно говоря, получится у меня здесь что-либо пройти, либо нет. Мне кажется, что, скорее всего, пока что нет. Хоть и у меня и прокаченные персонажи. Но охота за реликвиями все-таки требует гораздо большего. Давайте попробуем сейчас снарядить нашего Кану. Он стал более-менее крутым. Эрмак. Теперь Ермака. Ну, а с Ермаком у меня все пока что глухо. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Потому что Ермак и так, и так у нас довольно серьезный персонаж. А вот Кану хотелось бы чуточку подкачать. Ну, и здесь идет золото. Поэтому охота за реликвиями мне пока что не особо доступна. Можно пройти в испытании. Пару башень. Но я думаю, давайте начнем здесь. Точнее, не начнем, а продолжим. Только вместо сержанта я выберу уже золотого своего персонажа. Золотого персонажа. И погнали. Что ж, первый бой. Первый бой. Давайте посмотрим. Также сейчас я золотого персонажа поставлю как топовую персу у тебя в команде. Я думаю, это будет правильно. Йоу. Тише, аштег. Все же хорошо. Тише. Блин, ничего себе. Так, давай. Вот так вот. Я думаю, Кану справится. Конечно, здесь персы пошли посерьезнее. Но Кану, я думаю, сможет удалить их. Здесь я просто пытаюсь сделать так, чтобы блока не было. Потому что Серарио, как вы видите, он ставит блок, зараза. Тихо, 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 аштег. Ну и аштег тоже, кстати, ставит блок. Вот, отлично. Теперь можем нанести спецприем. И я думаю, добьем этого перса, да. Как вы видите, получилось. Вот так вот. Истощение. Истощение. И вот этого персонажа вызываем. Неплохо. Так, здесь мы выбираем сразу же Ермака. И отлично, остается один лысый монах, которого я добью, думаю, сейчас. Хорошо. Но не так много урона, чтобы он нанес. Поэтому все нормально, хватаем. 65% победа. Получилось. Получилось. Я думал, что не получится. Минуту, две секунды. Было затрачено. Ну, думаю, что в целом неплохо. Кстати, это уже идет, получается, четвертый бой у меня. Давайте тогда его начнем тоже. Я думаю, что сейчас даже пройдем эту башню. Потом, возможно, я загляну в ежедневные задания. Потому что я не выполнил их. До сих пор. И там еще можно будет получить 5000 монет. Поэтому в воина фракции я тоже появлюсь. Возможно, даже давайте после этого боя я туда загляну. В воина фракции пройду первый бой и получу 5000 монет. Сейчас просто 2 часа ночи, поэтому хотелось бы выполнить все ачивки, которые только возможны. Блин, Соня блокируется не очень хорошо. Это, конечно... А вот все, блок она отпустила. Отлично. Так, здесь спецприем 1. Истощение. Так, хорошо. Подожгли персонажа. А, нет, здесь бронза. Я хотел бы с Соней разобраться, но да ладно. Я думаю, что бронзу сейчас мы так помутузим немного. Воу. А вот и Соня. Готово. Так, от самого серьезного персонажа я вроде как избавился. Так, рептилия. Хорошо. Ну и солдат остается. Так, выпускаем снова Кенши. И спецприем на истощение. Отлично. Ну смотрите, Кенши уже лучше махаться начал. Так, выбираем снова Ермака. И спецприем 1. 60%. Ну еще в живых даже остался. Готово. И последний удар. Победа. Отлично. Хоть я в блок ударил, но это в целом не важно было. Главное, что мы добили персонажа. А это, на мой взгляд, самое главное. Так, отлично. Получил еще 4 души сверху. Так, и давайте перейдем сейчас в Война Фракции. Так, вход в игру вечером. С 14 до 5 выполнено. А с 5 до 14 чего нет? Сейчас 2 часа ночи. 3 часа ночи. Если быть точным. Ну ладно. Так, Война Фракции. Давайте выберем вот эту вот команду. Бой в сети. Быстрая битва. Ну я думаю, что он у нас получится. Мы справимся. Пройдем эту битву. Я не помню, там 5000 еще получить можно, по-моему. Так как я не проходил. И не проходил. Поэтому я должен заполучить ежедневное задание. Так, это у нас золотой персонаж. Поэтому Ермак здесь нам должен кое-как помочь. Должен нас кое-как выручить. Так. Окей. Хорошо. Еще пару ударов. И спецприем используем. Отлично. Так, хорошо. Блок. Давайте-ка истощим его на всякий случай. На 100%. Неплохо. Воу, 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 воу. Блин, смотрите сколько здоровья она у меня отняла. Женщина, спокойнее. Так. Кровотечение. Ну, 25% всего, но у него здоровья осталось не так много. Хватаем. Давай, на 100%. Отлично. Сюрпрайз. Блин. Отличненько. Еще 95% истощения. Ну, Кенши у меня самый живой пока что. Так. И спецприем. 60% победа. Ну, мне кажется, что это победа. Да. Это победа. Я получаю свои 5000 законные. Как мне кажется. Как мне кажется. Да, 5000 монет есть. Отлично. Итого у меня уже 20 тысяч. Даже первую цель достиг. Ничего себе. Так. Так. Ну, и здесь мне карточка покоя выпадает. В общем, как-то так получается у нас. Сегодня я заполучил два серебряных персонажа. Также я получил одного золотого персонажа. И еще хотелось бы выделить то, что, скорее всего, будет сегодня в стрим. Не знаю точно в какое время, но он будет. По марафону будет четвертый день. Только онлайном, скажем так. Буду потихоньку проходить. Делать что-то новенькое в игре. Ну, и, конечно же, доходить, скажем так, до пятого дня. Копить души, монеты и так далее. Ну, и в целом, конечно же, возможно, даже проведем более-менее интересное время на этом стриме. Поэтому приходите, ребят. Я думаю, что будет весело. Ну, а на этом пока что все тогда. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.